Друзья, всем привет! Сегодня тема нашего разговора — это лады на электрогитаре. Недавно я отдал свою дорогую любимую гитару в сервис, потому что мне нужно было уже срочно на ней менять лады. И они у меня стесались до такого состояния, что были уже похожи на лежащие полицейские, как мне сказали, мастера в этом мастерской. Бендить струн на них было уже тяжеловато. Я уже не чувствовал, что вообще играю на гитаре с ладами, как будто играл на безладовой гитаре. Но я настолько привык к этому ощущению, что не хотелось ставить какие-то супервысокие лады, которые в корне поменяли бы мое ощущение от электрогитары. В основном люди ставят низельберовые лады — это сплав цинка, меди и никеля. У нас вроде канал про гитары, а не про химию. Низельбер. Суть в том, что низельберовые лады, а это классический такой вариант для электрогитар, их ставят в 90% случаев, они имеют свойство изнашиваться. И довольно часто приходится отвозить гитару в мастерскую, чтобы лады отполировать, чтобы они стали опять гладкими, убрать вот эту плоскость, сделать их более острыми, и чтобы на них проще игралось. У меня были раньше как раз низельберовые лады. Вот на эту гитару они по стандарту ставились medium jumbo, вот как я выяснил на официальном сайте. И за 10 лет игры на этой гитаре в мастерскую я ее относил раз, наверное, 3, может, 4, ну, примерно, не помню точно. И каждый раз мне делали фрет-дрессинг. Это как бы вот шлифовка, полировка ладов, да, и все такое, закатка. Каждый раз после мастерской гитара мне приходила практически как новая, я просто офигевал. Какое-то время играл, это было около, там, может быть, двух месяцев, да, там месяц, два месяца. И после этого становилось все примерно так же, как и до того, как я отвозил ее в мастерскую. Ну, что я так долго болтаю? Суть в чем? Я думал выбрать между стальными ладами и низельберами, потому что ребята из мастерской сказали, что стальные лады гораздо менее изнашиваются. Их практически, они практически вечные. Их не нужно вот шлифовать, полировать так часто, как и низельберовые, да, делают. Но как бы у них есть особенность, что они могут давать небольшой призвук. Вообще, я тоже посмотрел ролики на ютубе разные и посравнивал. Кто-то говорит, что дают призвук, кто-то говорит, что не дает призвук. Ну, и честно сказать, когда ты платишь за установку ладов больше 20 тысяч, уже хочется как бы поставить лады и уже как бы не думать о том, что тебе потом нужно будет ездить в мастерскую, их полировать, еще что-то. Я подумал, что может быть в этом смысле я как бы долгосрочное вложение сделаю, поставлю стальные лады, и мне не придется так часто ездить их полировать в будущем и тратить, да, как бы деньги на вот эти вот заезды постоянные в мастерскую. Модель я выбрал GSCAR 51100. Вообще, у них это такая стандартная как бы модель, они не сильно высокие, они не низкие и подойдут для большинства гитаристов. Сильно большие и толстые, высокие мне стоять не хотелось просто потому, что я не привык к этому ощущению, да, и не факт, что оно мне зашло. Вот сейчас я на них поиграл уже пару дней, могу сказать, это очень приятное ощущение, то есть палец у меня может и под струну зайти, если нужно, также играть аккордами довольно удобно, то есть они не сильно такие прям палки высокие, да, что аккорды невозможно взять даже с барреля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поставил я эти лады. Прихожу в мастерскую забирать гитару, и когда вот я первый раз только взял ее в руку, что бросилось, да, как бы вот в глаза, это то, насколько они скользкие, насколько они, вот реально по ним рука скользит как по маслу. Это вот особенность стальных ладов, они практически на все время, они остаются вот такими скользкими, такими гладкими, да, и по ним скользит все идеально. Кому-то, кому-то может показаться, что появляется какой-то некий призвук в области верхних частот на стальных ладах. Но я честно вот скажу, я играл довольно много, вчера весь день играл, до этого полдня играл, и я не могу сказать, что прям вот сильно ощутимый призвук какой-то есть, вообще я бы даже сказал, что его нет. Но так как мне не с чем сравнить, и как бы у меня нет второй гитары с нидельбировыми ладами, то вот я играю, когда... Не знаю, мне не кажется, что это какой-то сильный призвук здесь есть, то есть это скорее просто, наверное, призвук от новых струн, потому что струны тоже новые мне поставили. Когда ставите новые лады, часто люди меняют и порожек, но я попросил оставить мне мой порожек, который был, потому что, во-первых, это дешевле, а во-вторых, зачем его менять, если он не сломан. И ребята из мастерской просто его чуть-чуть нарастили, они подложили под мой костяной порожек какую-то такую деревянную прослойку, или я не знаю из какого материала, но похоже, что из дерева, а может и нет. И тем самым подняли чуть-чуть порожек, потому что когда вы ставите новые лады, если у вас были низкие лады и низкий порожек, при новых ладах у вас будет струна очень сильно дребезжать. Какие еще бывают лады, чтобы вот так, если выбирать, да? Если вы хотите классические лады, если вы прямо боитесь, что у вас сильно изменится звук, вы можете поставить низельберовые лады, они будут такие же, серебряные, да, выглядеть, вот такие, ну, обычного цвета. А можете поставить лады Jascar Evo Gold. Это какой-то тоже там сплав определенный, это не совсем никелевые лады, они не как обычные лады снашиваются, они вот именно как стальные, практически вечные, но имеют золотой оттенок. То есть если у вас гитара вся в хроме, там серебряная, засеребренная, то поставить золотые лады на нее будет как-то уже не комильфо, они не будут списываться, да, в вот этот гармоничный вид, который вы хотите. Если у вас, например, на гитаре идет золотой порожек, если у вас золотая фурнитура, какой-нибудь Gibson Les Paul Custom, да, Ebony, вот этот черный, Black Beauty, то вы можете на нее поставить как раз Jascar Evo Gold, они практически не будут давать вот этого, как некоторые говорят, призвука, хотя я, честно, не согласен, он практически отсутствует, даже вот в записи, я сейчас вам поиграю, вы не услышите такого сильного призвука, ну, мне кажется. А может вы услышите, если услышите, пишите в комментариях, будет интересно с вами подискутировать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень интересно послушать, кто еще играет на стальных ладах и сравнить вот с ощущениями своими, ваши ощущения, потому что кто-то говорит, что есть призвук, кто-то говорит, нет призвука, кто-то говорит, что стальные, они какие-то слишком скользкие, и кому-то они вообще заходят очень круто и им очень нравятся. Давайте пообсуждаем это в комментариях, потому что реально интересно. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Как всегда, подписывайтесь, ставьте лайки, а также смотрите мои другие видосы. Есть пару видео, которые я снимал именно про эту гитару, на ней еще были старые лады, как я ставил звукосниматели, в общем, всякие разные интересные истории. Всем спасибо, всем пока!